Если вы до сих пор не научились пробуждать множественные меристемы на цветоносах орхидеи, если вы хотите пышного и обильного цветения, сегодня я приглашаю вас на канал классика орхидейного жанра. Привет, друзья! Какие почки на цветоносах орхидеи можно пробудить? Можно ли получить новый побег из-под сухой чешуйки? И сколько вообще побегов можно получить из одной меристемы? На эти и многие другие вопросы, касающиеся цветения орхидей, ответит сегодняшнее видео. Если вы давно смотрите канал классика орхидейного жанра и знаете ответы на все эти вопросы, это видео все равно будет для вас интересным, потому что и главным, и второстепенным героями сегодняшнего видео будут выступать два фаленопсиса, которые осенью прошлого года приехали из Санкт-Петербурга во Владивосток. Обе эти орхидеи со странной судьбой, ведь обеим довелось пожить в Москве, в Санкт-Петербурге и только потом приехать на ПМЖ во Владивосток. Но давайте не будем забегать слишком быстро вперед и поговорим обо всем по порядку. В сентябре 2022 года я получила огромную посылку из Санкт-Петербурга. Об этом есть отдельное видео на канале. Ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. В посылке было два фаленопсиса, несколько пафеопезилумов, живой лесной мох и несколько пакетов коры, хвойных пород деревьев. В силу неопределенных обстоятельств все эти растения не прижились в коллекциях предыдущих владельцев. У некоторых они не цвели, у других не росли и хозяева предпочли с ними расстаться. Кто-то и вовсе хотел выбросить надоевшую орхидею в мусорный бак, но меценат нашего канала не позволила этого сделать. Она съездила в Москву, забрала орхидеи и привезла их в Санкт-Петербург в надежде пристроить в хорошие руки. Отправляя орхидеи на канал, Оксана не просто делала доброе дело орхидеям, она осуществляла воистину благое дело для зрителей, ведь все эти орхидеи в дальнейшем будут служить наглядным пособием для видео на канале. Супер результат за 21 день адаптации фаленопсиса в домашних условиях. Так называлось первое видео, посвященное одному из фаленопсисов в посылке. Блиц результат за 5 недель, множество корней и цветонос в придачу. Таким был результат адаптации второго фаленопсиса, прибывшего из Санкт-Петербурга во Владивосток. Вот такими красавцами стали оба растения через 5 недель адаптации к моим домашним условиям. Переезд из Европы в Азию длиною более 10 тысяч километров никак не смутил орхидеи. Напротив, они начали активно развиваться, наращивать новую корневую систему, новые листья и обе выпустили новые цветоносы. С тех пор прошло 5 месяцев, и сегодня вы узнаете судьбу этих цветений, судьбу цветений орхидей петербурженок. С наступлением поздней осени, когда световой день становится необыкновенно коротким, а ночь длинной, у растений не остановился. Процесс активного роста. Активным оставался не только корневой рост, но и листовой рост. У орхидеи росло сразу 3 новых листа. Когда для орхидеи созданы должные условия и ей обеспечен необходимый уход, у орхидеи может расти все одновременно корни, листья и цветоносы. Такое развитие для орхидеи является физиологичным, а вот состояние вынужденного покоя является для орхидеи стрессом. Как не допустить впадание орхидеи в хронический стресс? Как не позволить ей войти в состояние вынужденного покоя? Ответ очевиден и прост. Нужно создать для орхидеи условия, приближенные к физиологичным. Наверное, новичкам это сложно понять и принять. Но если вы хотите, чтобы орхидеи в ваших условиях правильно развивались, красиво и пышно, а главное регулярно цвели, вам придется это понять и принять. Вам нужно создать для орхидеи правильные условия для развития. Самым главным условием правильного развития орхидеи является длинный световой день. Длина светового дня 12-14 часов в сутки. Все это время орхидеи должны находиться при ярком, естественном или искусственном освещении. В этом месте я позволю себе маленькое лирическое отступление. Пожалуйста, простите меня за него. Не так давно я получила комментарий к видео о подсветке орхидеи. В комментарии зрительница огорчалась и писала, что уже пятый раз смотрит это видео, но у нее ничего не получается. Что я делаю не так? Вопрошала зрительница в комментарии. Мне стало очень интересно, и я попросила зрительницу снять два видео с орхидеями. Когда я получила видео на почту и принялась его смотреть, я была в полной уверенности, что на данный момент смотрю видео с орхидеями без подсветки. Ибо в видео было темно. Когда в конце видео зрительница подняла камеру вверх, я увидела, что орхидеи вот в этой темноте находятся с включенным светильником. Лампа была так высоко над орхидеями, что свет в условиях темной комнаты практически не доходил до них. К чему было это лирическое отступление? Не всегда достаточно приобрести светильник, не всегда достаточно установить его. Нужно еще понять, достаточно ли этой мощности светильника и на правильном ли расстоянии от орхидеи он установлен. Никто, кроме вас, не сможет разобраться с условиями вашей, индивидуально вашей квартиры. Вам нужно понять, хватает ли вашим орхидеям света. Основным показателем нехватки света вашим орхидеям являются процессы гниения. Не важно, что и где у орхидеи гниет. Это могут быть гнилостные явления корневой системы. Это может быть загнивание листовой массы, центра розетки. Не важно. Но если у вашей орхидеи что-то где-то гниет, это прежде всего значит, что у орхидеи низкий иммунитет. А тотальное понижение иммунитета или полный иммунодефицит происходит у орхидеи из-за хронического недостатка света. О роли света для орхидеи создано не одно видео на канале. Их несколько. И ссылки на все эти видео я обязательно оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео. Изучайте. Когда мы сделали орхидеи светло 12-14 часов в сутки, орхидея закономерно захочет очень много пить. Если вы сможете подобрать светильники с достаточным количеством света для ваших квартирных условий, вы устанете поливать орхидеи. Вам придется поливать их часто, несколько раз в неделю, а еще чаще опрыскивать. И не важно, что зима, и не важно, что холодно. Важно, что у орхидеи все будет расти. И корни, и листья, и шикарные цветоносы. Вопросы пробуждения меристемных почек на цветоносах орхидеи рассматриваются на канале классика орхидейного жанра уже больше года. Этот процесс неоднократно показывала я, показывают зрители канала, показывают не только процесс, но и результат этого пробуждения. Практически каждую меристему на каждом цветоносе, не важно, какого он типа, можно пробудить, если для орхидеи созданы все необходимые условия. И сегодня я в очередной раз вам это докажу. В исследовании принимали участие два фаленопсиса, полученных из одного города, из Санкт-Петербурга, которые адаптировались в одних и тех же квартирных условиях, при одном и том же уровне освещенности, в одной и той же комнате, рядом на подоконнике. При всех прочих равных условиях, одной орхидеи меристемы на цветоносе пробуждались с помощью водных процедур, а у другой орхидеи цветонос всегда был сухим во время развития и роста. Какие водные процедуры можно использовать для инициации развития меристем на цветоносах орхидеи? Это может быть купание орхидеи под душем, как в данном случае, орхидея мокрая и только что была искупана под проточной водой. Это могут быть каждодневные опрыскивания цветоносов из пульверизатора. К меристемам можно приложить то, что хорошо удерживает воду – кусочки мха, флористической губки или любой другой водоудерживающий материал. Смачивайте цветоносы орхидеям как можно чаще. Если вы чрезвычайно заняты сами, привлекайте к этому процессу своих родных. Пусть родственники, дети, внуки берут в руки пульверизаторы и опрыскивают цветоносы и меристемы на них. Чем больше опрыскиваний вы все вместе произведете, тем больше меристем пробудете. Тем пышнее и красивее будет цветение. Итак, к началу января 2023 года стало ясно, что на цветоносе фаленопсиса клубничный торт или Straubberry Cake с помощью водных процедур удалось пробудить сразу 3 меристемные почки и основной цветонос. То есть фаленопсис процветет сразу в 4 направлениях. Хочу акцентировать ваше внимание, что никакие другие настои или лекарственные природные средства для новых растений в своей коллекции я не использую. Первое домашнее цветение это всегда знакомство с новым растением, с его первым цветением. Когда я пойму потенциал растения и его возможности, вот тогда можно приступать к использованию природных помощников, природных средств по уходу за орхидеями. На заднем плане вы видите цветонос орхидеи, которой не применялись водные процедуры, цветонос которой всегда был сухим. Ни одна меристема на цветоносе не пробузилась. Цветонос так и остался гладким и на нем сформировалось что-то около 8 бутонов. Не густо, правда? Зато на цветоносе, который подвергался различного рода водным процедурам, сформировалось сразу 16 бутонов. Первый цветок на цветоносе фаленопсиса стравбарикейк начал распускаться во второй половине января. Распускался он долго, около 4 дней, чем меня чрезвычайно испугал. Такого долгого распуска, пожалуй, у меня в истории не было. Рюшечки на лепестках цветка очень долгое время не расправлялись, что ставило меня в полнейший тупик, ведь на фотографии цветения при покупке таких рюшечек не было. Посмотрите на свои экраны. Вот так цвел этот фаленопсис при покупке. И больше домашних цветений, кроме моего, у этого растения не было. И заодно у вас сегодня будет реальная возможность сравнить покупное цветение и домашнее. Какое красивее! Все последующие цветы распускались значительно быстрее, а к концу фаленопсис и вовсе раскочегарился. На фоне буйства красок, цветения орхидеи самых разных видов, яркие цветы этого фаленопсиса терялись. В этом цветке намешано столько цветов, тонов и полутонов, что разобраться очень сложно. Структура цветка кожистая, а это значит, что цвести растение способно долго, если не очень долго. На данный момент эта орхидея цветет уже около трех месяцев и отцветать не собирается. Размер цветка фаленопсиса стравбери кейк или клубничный торт небольшой, около 6 сантиметров. Цветы на цветоносе располагаются кучно, в несколько слоев или этажей и представляют собой огромный пышный букет. При определенных обстоятельствах в ясное солнечное утро от фаленопсиса можно почувствовать легкий аромат. Признаюсь, я не знала, с какой стороны показать вам это растение, для того, чтобы вы смогли оценить красоту его цветения. Ведь цветы так густо посажены один на другой, что чаще всего закрывают друг друга. Следует отметить, что все 4 пробужденные меристемы развились в отдельные цветоносы. На каждом из них сформировались бутоны, и все 16 бутонов благополучно распустились и до сих пор цветут. Вот, пожалуй, на этом отрезке видео без отвлекающего фона лучше всего можно рассмотреть цветы и букет в совокупности. Напишите в комментариях, какое цветение вам понравилось больше – первое домашнее или покупное. В марте на северо-восточную сторону моей квартиры стало заглядывать первое утреннее солнце. И выпал самый настоящий – зимний снег. И вот фаленопсис-клубничный торт в полный рост и во всей красе на фоне мартовского снега. У второго фаленопсиса без названия на совершенно гладком цветоносе открылись пилоричные цветы. Я все ждала и ждала, когда же цветок распустится полностью, ведь я так не люблю мутации. Но цветы полностью так и не распустились, так и оставшись в полузакрытом состоянии. Размер цветка данного сорта тоже небольшой и чем-то отдаленно схож с цветком каменной розы. Только без белой окантовки по краям лепестков и без белых включений. Гладкий цветонос, да еще и с пилоричными цветами? Ну уж нет, подумала я и отрезала цветонос до первой меристемной почки. Все чешуйки на меристемах на этом цветоносе уже давно были засохшими. Способны ли меристемы пробудиться под сухими чешуйками? Конечно, способны, если начать воздействовать на них водой. И я начала сначала на самую верхнюю меристему, чуть позже на вторую, а еще позже на третью, самую нижнюю. И некогда гладкий цветонос безводного воздействия пробудил сразу три меристемы. Кроме того, одновременно с пробуждением меристем начал расти новый лист. Ну а корни у растения не прекращали свой рост всю зиму. Ну а теперь я покажу вам цветущий до сих пор фаленопсис стравбери кейк или клубничный торт на фоне других растений. Ведь несмотря на то, что я показала вам размер цветка на фоне линейки, все познается в сравнении. И сейчас вы можете сравнить, как смотрится это растение по отношению к другим. Пожалуй, проще всего поставить фаленопсис стравбери кейк или клубничный торт рядом с фаленопсисом дикий кот или вайлдкэт. Ведь эта орхидея есть практически в каждой коллекции. Надеюсь, вам удалось сделать вывод и о размере цветка, и о размере самого растения. Ну а теперь резюме или краткий вывод по видео. Пышность цветения достигается за счет любых водных процедур по цветоносам орхидеи. Активировать меристемы при большом желании можно на цветоносе фаленопсиса любого вида, а не только на мультифлорных сортах. Активацию меристем на цветоносах орхидеи с помощью водных опрыскиваний использую не только я и зрители канала классика орхидейного жанра, но и производители орхидей. Посмотрите на одно любопытнейшее фото, которое не так давно я увидела на просторах интернета. Орхидеи в теплице плотно прижаты друг к другу. Все они в каплях воды. И листовая масса, и цветоносы, и все цветоносы с пробужденными меристемами на них. Более того, посмотрите, в каких тубах находятся стволы орхидей, для того, чтобы поддерживать вокруг них постоянную влажность. Заметьте, в таких условиях никто не в состоянии что-то где-то промокнуть или вытереть. Это просто невозможно сделать. По просьбам зрителей проговорю температурный фон для возможных водных процедур. Он составляет диапазон от 18 до 24 градусов Цельсия и выше. Чем выше температуры, тем больше кратность опрыскиваний. Чем больше опрыскиваний и прочих водных процедур, тем красивее, сильнее и здоровее будет ваша орхидея. Не забудьте написать в комментариях, какое из цветений вам понравилось больше. Первое домашнее или покупное. Ну а пока вы делитесь своим мнением в комментариях, я напомню вам, что 22 минуты вы провели на канале классика орхидейного жанра. И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.